Маш, привет, что случилось? Я звала, звала, я не знаю сколько времени, блин, лежишь, никто не отвлекается, как не пил. 27-летняя Мария теперь ничего не видит и не может самостоятельно передвигаться. Девушка лежит с ковидом в госпитале и жалуется, что медики к ней не подходят. Ухаживать за собой она не может. В июне Челябинка серьезно заболела. Чем, неизвестно. Врачи до сих пор не поставили диагноз. Диагноза нет, то есть даже консилиум здесь, который проводился во время, когда она была в реанимации, поставил, лихорадка неизвестного генеза. Когда я попросила тоже предоставить мне копию вот этого консилиума, мне отказали, ссылаясь на то, что это врачебная тайна. Хотя Ольга законный представитель девушки. Температура у больной держится практически 5 месяцев. И проводили операцию, ставили диагноз, отменяли его. Теперь мать пытается получить все медицинские документы, чтобы обратиться в другие больницы. Второй раз уже подаю и третью неделю в ответ тишина. Ссылаются на то, что у них есть 30 рабочих дней на рассмотрение. Хотя я в заявлении указываю, что прошу в кратчайшие сроки рассмотреть. И опять его ждите. Да, да, да. Ну то есть затягивание. Мать девушки написала жалобы в Минздрав, Горздрав и прокуратуру. Все обращения, которые поступают в управление здравоохранения города, в обязательном порядке рассматриваются. И заявителю дается ответ. Мы обязательно разберемся в этой ситуации, запросим все данные из больницы. А также попросим их, учитывая ситуацию, все-таки поторопиться с предоставлением ответа заявителю. Ольга надеется, что ситуация разрешится и врачи смогут разобраться, чем почти полгода болеет ее дочь.